Ребят, привет! Бизнесолог, самый сочный бизнес-контент, я вам обещал, я не сверну с этого пути. Мы 100 бизнес-идей рассмотрим, ребята, потому что действительно, сейчас нужно говорить, сейчас надо действовать, сейчас тяжелое, сложное время, ребята. Но самое, что интересное, в нашей стране, в стране с огромным потенциалом, в стране с огромным просто рыночным запасом таким, знаете, и вообще просто стимулом народа, самое главное, который хочет что-то делать, хочет действовать, да, у нас ничего нет своего. Я вот сейчас грешным делом, ребята, приобрел вот такую сумку, да, сумка брендовая, Adidas. Сумка интересная, хорошая, сшита круто, это настоящий оригинал. Ну, стоит, на мой взгляд, конских денег, ребята. Вот, то есть у нее шильдик, все дела, обратите внимание, да, то есть это не просто паль какая-то, все, тот шильдик, подшильдик, все, короче, сделано во Вьетнаме. Ребята, две тысячи, по-моему, триста рублей, вот такая сумочка, ничего необычного. Два замочка, один кармашек. Вот обратите внимание, да, объясняю, вот почему я купил эту сумку. Это не реклама, это ничего, но реально, ну, конкуренции нет никакой. Вы, может быть, помните то время, когда, помните, на базарах мы приобретали вот этот турецкий шарпатреп. Маленькие сумочки, сумочки такие вот были, вот так вот их носили, такие квадратненькие. Они были у всех перекупщиков, у всяких барыг на рынках, да. А сейчас они куда-то делись, если честно. То есть то ли вышли из моды, то ли люди, может быть, больше все-таки на автомобилях стали передвигаться. Таких сумок мало, но сейчас лето, куртка снимется, оденутся там джинсы, шорты, да, а ключей много. То есть, например, две машины, там, две квартиры, то есть тебе уже четыре пары ключей надо таскать, да. Плюс автодокументы, плюс, например, кто курит сигареты, плюс, если у тебя там девушка какая-нибудь, ты не женат, еще презервативы. Ну, ладно, если ты даже женат, презервативы, но это не точно. То есть всякая вот эта шелупень, да, в том числе наличные деньги, карты. Вот карты, да, я ношу, вот, например, у меня хорошая найковская кофта, то есть вот так вот, да, раз засунул сюда карты и все. Боже мой, сколько чеков там, кошмар, ребята, сколько, сколько с нас денег высасывает, это ужас какой-то. Дальше. Я считаю, что, а почему нет? Вот, например, вот человек, который портной, да, разбирается, кройка, шитье, а арендует цех небольшой и просто может сам заниматься, раз кройка материала. Материал можно вот такой вот заказывать, ну, я не знаю насчет Турции, но в Китае тоже можно заказывать. Хотя можно у нас написать куда-нибудь в Иваново, можно с белорусами связаться, можно с Турцией в конце концов связаться, либо с Узбекистаном. Все они производят ткани, да, ну, вот я не верю, что вот такую сумку, да, в себестоимости сделать стоит 2200. Я думаю, что эта сумка намного дешевле, ребята, сама по себе вот ее изготовить стоит, ну, от силы рублей 300. И то это в самом таком случае, знаете, жирненьким, может даже меньше. Я не понимаю, ну, неужели нельзя вот производство наладить, назвать там как-то сумочки, там, например, бренд какой-нибудь, да, и все. И в России их будут люди потреблять, а можно еще и выйти на рынок Украины, например, Белоруссии, этой Монголии, хотел сказать, господи, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Ну, полно, полно стран, полно возможностей. Просто действительно, вот назовите мне сейчас, в чем выносите автодокументы, ключи, сигареты, презервативы, деньги. Вот назовите, мне просто интересно будет. Вот, все, вот так отдел и пошел, да. Вот если бы был свой какой-то отечественный производитель, не за те деньги, за которые там я зашел в магазин кожаных сумок. 12 тысяч, 15 тысяч, ну это что за деньги, вы что, вы что, ребят, смеетесь? У рабочего какого-нибудь 15 тысяч оклад вон на заводе где-нибудь, да, ну, плюс там бонусы там какие-то там 18 получает. Из них он там половину за ЖКХ сожрачкой отдает, я не знаю, ребята. Нужны адекватные цены. Вот такие сумки, я думаю, ну, до тысячи бы разлетались просто на ура. А мы в итоге покупаем брендовые всякие адидасы за огромные деньги. Я буду рад выслушать вашу критику. Пишите, предлагайте, на что еще обратить внимание. Ребята, в 21 году, я думаю, ну, соточку бизнес-идеи мы затронем. Сейчас у меня что-то весна, прям, знаете, вообще трясет всего просто. Я вот вижу, вижу рынок, вижу ниши, думаю, ну, че, 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 люди, ну, давайте, давайте, надо хватать, хватать. Просто так не придет. Надо, надо шевелиться, надо действовать, надо что-то делать. Я вот сейчас ездил, дома смотрел, недвижку смотрел, участки смотрел, дачу смотрел, продукты питания, фермы смотрел, животноводство. Я, короче, чего только не смотрел, ребята. Это пипец, столько мыслей, столько энергии. Ставь лайк, бизнесолог, это самый сочный бизнес-контент. Я вас всех люблю, ребята. До скорых встреч. Всем пока.